Здравствуйте, мои дорогие! Я очень рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Если есть те, кто не знаком со мной еще, меня зовут Элла, и здесь у меня на канале мы говорим, конечно же, в основном о парфюмах, о духах, об ароматах. Сегодня я хочу сделать видео, рассказать вам о своих, конечно же, летних ароматах. Это такие яркие, сочные, свежие парфюмы, многие из них из категории ароматов, которые должны быть у меня всегда в коллекции. То есть, это мои любимчики, и, как всегда, друзья мои, будет что-то из ниши, конечно же, люкс и очень бюджетные позиции. Все о них расскажу, и кому это, конечно же, интересно, приглашаю остаться сегодня со мной. Если вы не подписаны на мой канал еще, но если вы любите, вот пахнут прекрасно, и хотите узнавать о парфюмах что-то новое, подписывайтесь. Я всегда всем очень рада, ну и, как всегда, приглашаю вас устроиться поудобнее, и давайте уже начинать. И, дорогие мои, как я уже сказала, в моей подборочке сегодня будут свежие, яркие, сочные парфюмы. Многие из них это мои любимчики. И начинаю действительно с моего любимчика от марки Killian. Кто смотрит меня давно, знаете, что это одна из моих любимых нишевых марок. Аромат, который я почему-то достаю именно всегда летом, хотя носить, конечно же, можно круглый год. Это мой любимый Moonlight in Heaven, лунный свет в раю. Вот такой у меня это атомайзер. Выложу фото красивого вот этого голубого, такого синего яркого флакона. И я вам говорила, всегда вам показывают атомайзер, потому что у меня это аромат. 50 мл в форме рефила. Кстати, сейчас я покажу вам, как выглядит фирменный рефил Killian. А то я все время откладываю фото, покажу вживую. Наконец-таки не забыла достать коробочку. Вот так выглядит эта сама коробочка. Ну и рефил. Они стандартные у Killian. Вот такие черные флаконы. Здесь у меня от Pita половина где-то у меня еще осталось. То есть это те же 50 мл, что у флаконей, только по цене почти в два раза меньше. Конечно же, поскольку я люблю Killian, предпочитаю брать с бюджетной позиции. Поэтому все ароматы в основном у меня либо рефилы, либо тревел форматы. Но вот о флаконе мечтаю. Когда закончится у меня вот этот рефил, скорее всего, куплю, конечно же, себе красивый флакон. Вот правда. Ну а что делать, любимчик флакон? Хочется пользоваться из флакона. Это совсем другое дело, мои дорогие. Надеюсь, Парф вот ценится ли меня, понимает, что такое пользоваться из атомайзера. Да, ну те же 50 мл из флакона. Ну и сам аромат. О нем много говорила, поэтому не буду долго останавливаться. Лунный свет в раю. Это действительно название соответствует этому аромату. И хотя многие скажут, а что там в нем свежего? Там манго, рисовая каша, висевер есть в базе, да? И даже кокос. И я вам хочу сказать, дорогие мои, для меня это действительно один из самых свежих ароматов Killian. Ну как, один из свежих. И у него звучание очень интересно. Он играет на коже. Вот это мне нравится. И я обожаю вот здесь звучание манго и, конечно же, самого висевера. Это, скажем так, две мои любимые ноты. И фруктовая, и сам висевер. И, конечно же, аромат имеет другие нюансы. Он играет ими. Старцы здесь есть еще цитрус, помимо манго. И, конечно, мой любимый розовый перчик, который дает некую такую изюминку этому парфюму. А в сердце это вот манго, вот эта рисовая каша, о которой я вам говорила, ну, нота риса. И еще кокос. Что мне нравится, что здесь кокос почти я не слышу. Может быть, он дает некую такую пудровость. Вот, скорее всего, это рис дает некую такую шершавинку звучанию этого аромата. Но, а база это ветвер и бобы тонко. И вот то, что мне нравится, что этот аромат совершенно не сладкий. Несмотря на то, что бобы тонко есть в базе, они дают обычно сладость. Но здесь вот этой сладости нет. Аромат все равно свечет свежо. И ты никогда не знаешь, вот повернешься, как подует ветерок, то ли ты услышишь вот это красивое манго. Причем манго сочная за счет цитруса на старце. По-моему, лимон еще есть помимо манго. Поэтому манго не тоже не сладкое, а именно такое сочное, такое немножечко, я бы так сказала, даже с кислинкой, такое звонкое манго. С одной стороны, ты услышишь это манго. С другой стороны, вот повернешь голову, может, ты слышишь вот эту свежесть, вот эту древесность висевера. И вот эти ноты, они всегда вот вокруг тебя окружают. Аромат объемный, с красивым шлейфом и очень стойкий на мне. Если кто-то скажет, что этот аромат не стойкий, я нисколечко не соглашусь. И, друзья мои, это название, почему я сказала, подходит. Я им рисовала картинку, как будто вы стоите на берегу океана, видите эту лунную дорожку на нем, и как будто вот у вас состояние такое полное, вот нерваны, какое-то ощущение счастья. Для вас доносятся вот эти ароматы экзотических фруктов. Ну, я имею в виду, конечно же, манго, то есть отвечать за эту ноту. И каких-то экзотических цветов. И вы вот наслаждаетесь вот этим моментом. Вы нас ничего не тревожит. И действительно какой-то уголок края. И вот ваше вот это ощущение абсолютной беспечности, счастья, если хотите. Вот такой этот аромат. Мой любимчик у Киллиана. Действительно, я его люблю. И это аромат, который у меня будет всегда в коллекции. Я вам уже сказала, закончится у меня этот рефил. Обязательно куплю себе флакон. Обожаю этот парфюм. Конечно, он хорош в любое время года. Но летом он меня просто относит. Вот прям даже в городе наношу и куда-то в тропики отправляюсь. Вот именно в такие райские уголки у меня почему-то в голове всплывают, когда я наношу этот аромат. Люблю его и с удовольствием ношу. Особенно, когда жарко. А вот следующий аромат, это уже люкс. И это линейка Аллегория от Герлен. И это мой любимчик в этой линейке. О нем тоже когда-то говорила. Памплелун. Вот такой аромат. Это у меня большая декабадейка 100 мл. Но уже так отпитана. Это мой любимчик на лето. Этот аромат, который прям поднимает настроение. Он такой искристый, звонкий. Красивущий грейпфрут. Кто любит так же, как и я, ноту грейпфрута, если вы еще не попробовали этот аромат, обязательно попробуйте. У меня много грейпфрутовых ароматов. Эта нота одна из моих любимых. То, что касается цитрусов. Но вот это, это абсолютный чемпион. Классный аромат. И здесь много, ну, не только, конечно, эта нота, но вот настолько натуральное звучание. Как будто вы, знаете, когда чистите грейпфрут, и вот эта корочка грейпфрута ни с чем не спутаешь. Это не апельсин, это не лимонная корочка, не других каких-то цитрусов, а именно грейпфрут. У него есть вот такая, знаете, терпкость. Вот это особенное звучание вот этих эфирных масел, именно корочки грейпфрута, когда вы чистите. Вот здесь это натуральнейше передано. Плюс к тому здесь еще очень красивые зеленые ноты. Мой любимый петит грейн. И почки черной сморозины, которые дают дополнительную еще зеленую вот этой терпкость. Может быть, даже и отценяют эту красоту звучания вот этого эфирного масла, вот этой корочки грейпфрута. Но аромат просто великолепный. И поднимает мне настроение, и звучит свежо на протяжении всего звучания. В базе это ваниль. И почули, почули, наверное, делают округлым этот аромат. Очень мягкий, приятный почули. И ваниль не заслащивает аромат. Вот он на протяжении всего звучания. Я слышу вот этот великолепный грейпфрут. Очень натуралистичный. Вот эти красивые зеленые ноты, в том числе мой любимый петит грейн. И никакой сладости. Прекрасный аромат на жару. Обожаю его. И это тоже позиция, которая будет у меня всегда в коллекции. Люблю его. И прям рада, что у меня такой большой объем. Кто еще не знаком с ним, еще раз повторяюсь, кто любит такие сочные ароматы, особенно грейпфрут, обязательно познакомьте с ним, дорогие мои. Ну, а следующий парфюм, это люксовая позиция. И это фланкер знаменитого Light Blue от Dolce & Gabbana. Фланкер, который вышел в прошлом году. Italian Love он называется. Показывают в этой красивой полосательной коробочке. Вы знаете, потому что в прошлом году я брала его с собой в отпуск. Я вам показывала. И, честно скажу, это уже второй флакочек. У меня там миничка, как я могу сказать, 25 мл. Вышел он в объеме такого, не 30, а именно 25 маленький объем. Один я флакон, я вам показывала, полностью в отпуске израсходовала. Приехала, сразу же купила второй. И вот уже столько успела его износить. Вот в конце лета того и вот сейчас. Для меня это не характерно. Вы знаете, у меня огромное количество ароматов. Я их часто меняю. Поэтому этот аромат меня действительно в жару просто выручал. Мне он понравился. И что там говорить? Конечно же, это тоже цитрусовый парфюм. И он, скажем, на 90%, может 85%, повторяет ДНК классического лайтблю. Вы знаете, фланкеры к лету каждый год выходят. В этом году тоже вышел вот под кжель. Я вам выкладывала видео-шорс, показывала новые фланкеры. Но они совершенно не отличаются вообще от классического лайтблю. Этот же отличается. Старт у него тоже это цитрусный, такой яркий здесь лимон итальянский. Вместе с этим зеленым яблоком Гремми Смит. Который делает вот здесь тоже звонкое, яркое звучание аромата. Поднимающий однозначно настроение. Абсолютно вот такое летнее звучание. Но вот в сердце это вот это омбретто, который немножечко запудривает, как бы запомаживает этот аромат. И вот он становится таким более помадным уже потом, в отличие от классического лайтблю. В цветах здесь, конечно, есть и розы, шасмин, которые не слишком слышны. В основном, конечно же, это цитрусовое звучание. Вот это омбретто дает свой такой характерный налет, да. И база мускусно-древесная. Здесь и кедр, по-моему, и сандалы. Амбры немножко, мускус. Вы знаете, и аромат, конечно, он свеж. Ну, плюс вот эта вот, конечно, помадность у него появляется. Некая такая немножечко. Кто-то нас бликует камера, я прошу прощения, когда почему-то подношу к носу. И почему-то обликует всегда этот лакон. И хочу сказать, что вот этот парфюм мне поднимал шикарное настроение в отпуске. Я им пользовалась. Я вам говорила, что название итальянская любовь, а я бы его назвала просто итальянская жизнь. Я вам говорила, что итальянцы, они так вольготно ведут себя в отпуске. И мне кажется, что этот парфюм прям идеально соответствует этому настроению. Вот это, знаете, такая легкая свежесть. Вот это беззаботность. И тоже представляю такую террасу летнего кафе. Обязательно на берегу моря. И вот вы сидите с чашечкой ристретта, кафе эспрессо. Без каких-либо забот, без каких-либо мыслей. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью. И благоухайте вот этим ароматом. Итальянской любовью, да, Italian Love. Вот этот прекрасный цитрусовый аромат. Не знаю, мне этот фланкер понравился. Не каждый фланкер мне нравится. Но вот именно к фланкерам я как-то больше отношусь. К классического Light Blue, кстати, у меня в коллекции нет. Не зацепил меня когда-то. Но вот к фланкерам начала присматриваться. И, в частности, вот эта итальянская любовь мне понравилась. И пока записываю в коробочке, я не знаю, можно ли его еще найти. Потому что эти лимитки сезонные, они как-то быстро исчезают. Но думаю, что этот аромат еще есть в продаже. А я перехожу к следующему парфюму, аромату, который будет всегда у меня в коллекции. И это еще более бюджетный аромат. Я всегда иду так по мере уменьшения цены. Бюджетный довольно парфюм, но классный. Аромат знаменитый Маскинофани от Маскино. Вот такой красивый флакончик. Уже один флакончик поднимает настроение. Кстати, коробочку специально приготовлю показать. Вот с такими сердечками, посмотрите. Тоже такой жизнерадостный. Абсолютно такой классный цитрусовый парфюм. Он и свежий в меру. Который летом обожаю носить. И, конечно же, достаю в основном летом. У меня не сильно отпит. Это я повторяла флакончик. Тоже какой-то уже давно свой большой флакон. Давным-давно выбросила. Эту малышку у меня пока она не сильно отпита. Но вот сейчас летом буду опять носить. Вот обожаю. Вы знаете, это уже тоже цитрусовый аромат. Но совершенно с другим звучанием. И не зря он такой фанит. Название уже одно название. Жизнерадостный. Действительно великолепный парфюм. Горький апельсин. Который со старта мне очень нравится. Звучит. Я обожаю ноту горького апельсина. Поэтому цитрусы здесь не яркие, не кислые тоже. А вот с горчиночкой. Любимый розовый перчик на старте тоже. И кислинка красной, черной смородины. Который тоже, наверное, дает свою... Такой не особо слышится. Но я слышу вот эту такую кислиночку. И, конечно же, в сердце. Это еще свежесть зеленого чая. Помимо того, что цитрусы уже на старте вместе с красной смородиной даются вот эту свежесть. И из цветов здесь пион, жасмин и фиалка, по-моему. Так вот, нота пиона, она мягкая, такая приятная. Я, кстати, пион, наверное, на втором месте после розы. Это моя любимая цветочная нота. Тоже слышится. То есть здесь такой приятный, такой, вы знаете, свеже, цветочный, фруктовый звучание. И, кстати, база интересного этого аромата. Несмотря на то, что он довольно свежий. И звучит он так свежо на протяжении вот всего звучания. Неплохой стойкостью обладает неплохим шлифом. Учитывая, что это все-таки больше цитрусовый, да, свежий аромат. И база у него, потому что такая уже более характерная, более такая фундаментальная. Здесь тоже и древесные ноты, и кедр, и мускусы немножко есть. Есть амбра. Но есть еще и дубовый мох. Вот, наверное, то, что дает ему более такую фундаментальность. То, что дает ему больше держаться на коже. Великолепный этот парфюм. Маскина Фани. Очень его люблю. Особенно летом. Очень бюджетная позиция. Поэтому, кто не знаком, познакомьтесь, дорогие мои. Возможно, что среди цитрусовых парфюмов это тоже будет ваш любимчик. Ну, а для меня это действительно любимчик. И тоже аромат, который будет всегда у меня в коллекции. Я его буду постоянно повторять. И желаю только, чтобы Маскина не снял с производства этот прекрасный, довольно бюджетный парфюм. Следующий аромат, это тоже бюджетная позиция. И это тоже летняя лимитка уже от Кельвина Кляйна. Вот такой тоже коробочке покажу вам. Очень яркая, такой классный. Это 100 аж миллилитров флангер, который вышел Сики Ван. Аромат от Кельвина Кляйна. Флангер Сики Ван. Он так и называется Сики Ван Summer Dust. Я тоже в прошлом году выкладывала их в фото в инстаграм. Вот такой яркий, оранжевый. Тоже поднимающий настроение и звучание. И сам флакончик такой жизнерадостного цвета. Кстати, я вам говорила, что на покупку этого аромата 100 миллилитров мне дали такое же полотенце. Вот точно с таким же рисунком. Я его на море, конечно же, вовсе уже использовала. И аромат. Говорила вам, что покорил он меня звучанием необычной ноты кумкват. Я выкладывала и фото этого фрукта. У нас он называется китайский мандарин. По-моему, его прямо вот со шкуркой ешь. Такие длинненькие маленькие мандаринки. И он имеет такое сладковатое звучание цитруса. То есть тоже не яркий цитрус, а такое сладковатое звучание. И здесь со старта он слышен великолепно. Очень натурально то, что слышится именно это. Ну и, кстати, я еще, наверное, забыла сказать, что поскольку здесь тоже есть нота чая, а я люблю чайные ноты, свежащие парфюмы, и что это не один парфюм, у меня будут и другие парфюмы с чаем, так вот здесь в сердце тоже есть нота чая, которая дает свежести, конечно же, этому аромату, плюс мята. Но я бы сказала, что мята такая свежая нота, вот я ее не слышу. Вот этот парфюм тоже остается все время таким сладковато-цитрусовым. Чуть-чуть вот эта чайная свежесть, она пробивается. Ну а база это просто ветвер и мускус. То есть немного нот, и слава богу, мускус здесь такой не выпирающий, не свербящий, вообще почти не слышимый. И ветвер не особо яркий. Вот этот аромат действительно цитрусового, такого оранжевого, сказала бы, звучания по цвету. Вот этот CQ1 Summer Dance. Я не слежу за выходом вот этих фланкеров. CQ1, вы знаете, аромат у Кельвина Кляйна довольно популярный. У него вышло уже бесконечное множество фланкеров. Каждый год еще плюс выходят вот эти летние фланкеры. Поэтому я даже не знаю, какие там еще вы хотели. Но вот этот оранжевый мне почему-то захотелось купить. И я понимаю, почему он выходит только в 100 мл объема. Потому что это, конечно, водичка, скажем так, не с очень такой зашкаливающей стойкостью. Он довольно быстро слетает. Но 100 мл можно, знаете, так прям обливаться, повторять. Я на море брала такой от Левант. И, знаете, прям не жалеем пользовалась. И мне он нравился. На него сделали комплименты и спрашивали, что это за аромат. Конечно же, не спляска, что он какой-то особой стойкостью отличается. Но пока ты его наносишь, шлейф у него заметный. И на него действительно, как я уже сказала, сделали комплименты. Классный вот этот летний фланкер. Буду с удовольствием сейчас носить. И это не скажу, что это любимчик, за которым я буду гоняться и повторять. Но думаю, что вот этих 100 мл мне, ох-ох-ох, надолго за глаза хватит. А следующий аромат, дорогие мои, это уже совсем бюджетная позиция. Это прям вот, ну, совсем-совсем. Это тоже аромат с ноти чая. И это такой канонический аромат, свежий, чайный парфюм. Конечно же, это знаменитый грин-ти, то есть зеленый чай от Элизабет Орден. И очень мне бы хотелось показать вам классическую версию. Это моя любимая версия, вот не со всякими этими добавками, а именно классическая версия. Выложу где-то фото. Но, к сожалению, у меня это фланкер Тропикал. Выложу фото, ой, да, вот этого классического. Здесь была точно такая же зеленая крышечка, как и на классическом, но она уже потерялась. Этому флагону уже довольно много лет, но видите, насколько он у меня уже отпит. Я решила, поскольку все-таки я решила, что вот эта тропическая версия, которая, наверное, тоже мало отличается от классической. То есть здесь тоже 90% слышится в ДНК классического зеленого чая Элизабет Орден. Но плюс еще вот эта фруктовость, какие-то экзотические фрукты, которыми испортили этот великолепный свежий парфюм. Но поскольку он все равно имеет свежесть из-за зеленого чая Орденовского, я его летом ношу. Причем ношу с удовольствием. У него хорошая стойкость, у него великолепный тонкий шлейф. На него делали бесконечное множество комплиментов. Я иногда просто в ступоре. Вот столько дорогих ароматов, ты их надеваешь, балдешь, да, и никто тебе никогда не сделает комплимент. А тут надеваешь простенький, очень бюджетный парфюм. Вы знаете, что позиция 100 мл, порядка 15 евро стоит. Это касается и фланкеров, и самого классического аромата. И столько комплиментов летом мне на него делали. Вы знаете, я немножко скажу о классической версии. Почему я вам покажу эту? Потому что решила, пока у меня не закончится это, не буду покупать классику. А как только закончится, обязательно повторю, именно только классический. И не все, наверное, знают, что классический Элизабет Орден. Аромат, который уже много лет не сдаёт своей позиции. Вышел он в 1999 году первый раз. И парфюмером этого парфюма стал тогда еще никому неизвестный, ну, еще не совсем именитый парфюмер Францис Курджан. Который сейчас, конечно же, очень знаменит, востребован. У него есть своя нишевая марка. И, конечно же, он автор создателя нашумевших хитов. В том числе знаменитая, вот эта великая, ужасная Бакаре Руж. Выложу где-то фото Бакары. И это все вот этот процесс Курджан. Так вот, первый самый аромат Элизабет Орден Грин Тис создал он. И рука Курджана слышится. Этот парфюм великолепный, свежий, освежающий, с классными вот этими чайными нотами, свежими. Который так и звучит свежо, освежая вас вот в жару. Этот парфюм тоже самое. То есть, тоже чай, такой же. Но, сказала вам, к сожалению, вот эти ноты. Здесь тропические фрукты лично в старте добавлен. Есть, кстати, нота страстоцвета. Цветок, который я люблю. В моем любимом Lancome Hypnose. Hypnose называется аромат. Так вот, там страстоцвет я люблю. Он с такой яркой ванилью. Здесь, мне кажется, вот этими нотами только испортили звучание этого чая. Потому что вот эта некая синтетичная фруктовость мне не очень нравится. Ну, слава богу, что вот этот свежий чай, она никуда не издевается. Поэтому с удовольствием ношу. И, кстати, я вам хочу сказать, вот вы видите, да, он такой уже не какущий вот этот вот атомайзер, да, крышечка потерялась. Но этот аромат, который у меня летом вот стоит на виду. И когда я выхожу из дома в такую ужасную жару, у нас в Циталии иногда бывает такая жара, когда ты себя вот чуть ли не заволосы поднимаешь, так думаешь, ну, надо выходить и типа, да. И вот ты понимаешь, что сейчас из-под прохлады кондиционера из дома тебе надо выйти, пройти по этой жаре, дойти до машины, которая такая же расплавленная на солнце. И, знаешь, вот и ты смотришь на эти все свежие ароматы, тебе ничего не хочется. Вот ничего. И вдруг на глаза попадается этот полокончик, думаешь, о, а вот это, пожалуй, то, что надо. Да, действительно, этот аромат, который могу носить вот в самую такую жару, когда даже другие свежаки не надеваю. Поэтому, дорогие мои, кто тоже любит чайный аромат, ну, свежесть любит летом, кто еще не знаком, классическая, я все-таки отсылаю версии Grim T от Elisabeth Arden, познакомьтесь с этим парфюмом. Очень бюджетная позиция, цена, качество, как всегда, хвалю. То есть за такие деньги великолепное свежее звучание. То есть 15 евро для 100 миллилитров, это марка бюджетная Elisabeth Arden, а звучание классное. Ну, и не забывайте, что все-таки это произведение француза Курджана. Ну, и последнее, самое уже бюджетное, даже не знаю, наверное, не самое, все-таки чай арденовский стоит даже меньше, чем аромат от Zara. Но, тем не менее, бюджетная позиция, все повалилось. Это мой любимый Весвер Пампли Мусс из линейки коллаборации Zara с Джо Малон. Я делала отдельно видео, и в каких-то летних видео тоже о нем говорила. Показываю оформление, прям для Zara шикарная вот так снимается эта обложечка. У меня это 40 миллилитров Весвер Пампли Мусс. И хочу сказать, что я задублила этот аромат, поскольку у меня здесь 40 миллилитров. Побежала еще себе купила, боюсь, что, не да бог, пропадет. Zara часто меняет коллекции. И здесь мне тоже нравится вот это свежее, классное звучание вот моих любимых нот. Здесь и Весвер моя любимая нота, и Пампли Мусс. Конечно же, это тот же Грифрут. Моя любимая цитрусовая нота. И звучит, кстати, здесь этот Грифрут гораздо, ну, скажем, по-другому, совершенно по-другому, чем в аромате от Герлена вот этот Пампли Лун. Если там эта такая кожица, вот эта, знаете, такая терпкая, прям яркая, то здесь, наверное, все-таки больше сочная мякоть с Грифрута. Ну, и, конечно же, с красивой нотой Весвера. Аромат однозначно свежий, освежающий, красивущий, с хорошей стойкостью, и с неплохим шлейфом, и, конечно же, освежающий на лето. Люблю такие ароматы. И это, знаете, такая палочка-вручалочка на лето, в жару, тоже, когда хочется свежести. С удовольствием буду носить. Вот сейчас прям достала и уже ношу, конечно же. И не зря вот повторила, потому что мне этот аромат действительно нравится. Кроме этих нот Весвера и Грифрута заявлен еще мандарин. То есть дает некую такую мягкость, смягчает, может, по звучанию этого Грифрута. Может, поэтому он не такой вот ярко слышится, вот эта корочка, как здесь, а именно такая мякоть больше. Но все равно аромат классный. И Джо Малон постаралась. Опять же, цена-качество. Аромат этот стоит гораздо меньше, чем сами ароматы Джо Малон. Конечно, у нее неплохие вот эти колонии, ароматы. Но, честно скажу, Джо Малон ароматы на мне почти не держатся. Этот же аромат для такого звучания имеет неплохую стойкость. Вот что я хочу сказать. И Джо Малон прямо вот аплодирует. Для Азара сделала классные ароматы. И вот этот Венсвер Пампли Мус из всей линейки вот ее ароматов, ну, которую я сделала в том году, это в 19-м том году вышла эта линейка, мой любимчик. Все, дорогие мои, это были топ-7 моих вот ароматов, которые с удовольствием ношу вот такую жару. Некоторые из них, я вам сказала, и мои такие любимчики, которые всегда будут повторять. Пишите в комментариях, какие ароматы вы носите, когда уже начинается такая жара, когда мало что хочется вообще носить. Я буду рада обратной связи. Всегда люблю читать ваши комментарии. Если видео чем-то понравилось, как всегда, ставьте лайк. Мне это всегда очень приятно. Ну, а я не прощаюсь с вами надолго. У меня еще много и свежих ароматов, в том числе на лето. Мы увидимся скоро в моих вот этих новых видео. Всех вас люблю, всех вас целую. Все вам классного лета, но не очень жарко, потому что это очень-очень-очень-очень неприятно, когда слишком жарко. Всех люблю, всех целую еще раз. Всем пока, мои дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова